МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Говорит Москва, работают все радиостанции Советского Союза. Передаем сообщение ТАСС о первом в мире полете человека в космическое пространство. Это сообщение услышал весь мир. Людское море выплеснулось на улицы советских городов. Все обнимались и поздравляли друг друга. Первый в космосе наш. Казалось, что не было в те весенние дни человека на земном шаре, который не знал бы имени этого русского парня. Юрий Гагарин. Я обыкновенный русский человек. Каких у нас в Союзе очень много. Такой же, как десятки и сотни тысяч советских юношей и девушек. Родился на исконно русской земле, в Градском районе, на Смоленщине. Вы видите дом на окраине деревни Клушина, Смоленской области. Здесь, в семье колхозников Анны и Алексея Гагаринах, 6 марта 1934 года родился первый космонавт планеты. Отсюда, в 1941-м, фашисты угнали в Германию старших брата и сестру Юры Гагарина. Сам он чудом избежал рабства. Спрятался в лесу. Через много лет, подбирая кандидатов на первый космический полет, Госкомиссия обратит внимание на крайне щекотливую, даже в разгар хрущевской оттепели, строку из автобиографии Гагарина. В ходе боевых действий проживал на территориях. После войны все советские люди были обязаны отвечать на этот пункт анкеты. С таким клеймом было трудно поступить в институт или устроиться на маломальски приличную работу. А тут в космонавты. Ничего, сказал хозяин страны Хрущев. Если пережил такие ужасы, значит смелый парень. За этим столом в мирные времена собиралась семья Гагариных. Отец, мать и дети. Три брата. Старший Валентин, средний Юрий, младший Борис и сестра Зоя. В конце 2007 года почти одновременно Зоя и Валентин Гагарины ушли из жизни. Это их последнее интервью. Я за Юру никогда не беспокоилась. Никогда не беспокоилась, что он с пути собьется или что-нибудь. Вот другой младший брат Боря был. Тот живей как-то был. Тот как на шарнир. А этот нет. Этот очень послушный, очень спокойный парень был. Борис рано начал курить. Юру нет. Поймали его. И ему в рот напихали махмахорки. Набили полный рот махмахорки. Но после этого не стал он курить. Первые послевоенные годы. Разруха и нищета. Старшие дети Гагаринах, Зоя и Валентин, вместе с родителями с утра до вечера надрывались на колхозных полях. Семья бедствовала. Весной 49-го отец решил отправить 15-летнего Юру в ремесленное училище подмосковного города Люберцы. Через много лет Гагарин признался. Если бы тогда с ремесленным не получилось, я бы мог запросто умереть от голода. Учеба давалась ему легко. Вечером Юру играл на трубе в самодеятельном оркестре. Были танцы до утра, девчонки. Полуголодная, но очень веселая жизнь. В начале 50-х круглого отличника Гагарина без экзаменов приняли в Саратовский индустриальный техникум. При своем маленьком росте он прекрасно играл в баскетбол. Была мечта – работать учителем физкультуры в школе или техникуме. Но тут неожиданно вмешался отец. Отец был против. Но все-таки настоял на своем отец. А это, говорит, занятие не серьезное. Это, говорит, занятие бездельников только. Алексей Иванович был человеком суровым. Перечить ему Юра боялся. Но тут лучший друг Сережа Калашников поступил в Саратовский аэроклуб и предложил Юре за компанию поучиться на летчика. Гагарин долго сопротивлялся. Он в это время писал дипломную работу в техникуме. В конце концов, Гагарин в клуб все-таки пришел, но с опозданием. Учебные полеты уже начались. Через полгода Юрий летал лучше всех одноклубников. Он легко поступил в Оренбургское училище военных пилотов. В Оренбурге Юрий познакомился со студенткой медицинского училища Валей Горячевой. Дело было на танцах. После первого живальца Гагарин предложил Валечке сходить в гости. Кому поразилась такому напору девушка? К вам решительно ответил курсант. Но только через два года, сразу после выпускного вечера в летном училище, они сыграли свадьбу. Гагарин тут же сообщил молодой жене, что направлен в Заполярье пилотом морской авиации. Валентина не отговаривала. В 1958 году в обстановке строжайшей секретности начался отбор в первый отряд космонавтов. Гагарин подал заявление первым среди 150 летчиков его гарнизона. Через год он вошел в число 20 кандидатов на первый космический полет. Их тут же назвали первым звездным отрядом. К весне 1961-го в отряде определились три явных лидера. Гагарин, Титов, Нелюбов. Руководитель подготовки космонавтов генерал Николай Каманин видел первым Германа Титова. Заместитель генерального конструктора Борис Раушенбах предлагал Григория Нелюбова. Сам Королев тоже сделал свой выбор. Первым пойдет Гагарин. Все в отряде завидовали любимцу генеральному. И не только белой завистью. Слух об этом, разумеется, никто не говорил. Воинская дисциплина запрещала обсуждать решения начальства. Но внутренне каждый спрашивал себя, чем Гагарин лучше. Однако Королев был твердо уверен в правильности своего выбора. Однажды он сказал, в Юре счастливо сочетаются природное мужество, аналитический ум, трудолюбие и врожденное чувство достоинства. Завидите, товарищи, мне доверить наше советское правительство, нашу коммунистическую партию и весь советский народ в том, что я с тесью оправдаю доверенное мне задание провозу первую дорогу в космос. Целеустремленность и жизнелюбие. Такая активная жизненная позиция, что ему он четко знал свою цель в жизни. Не какую-то ближайшую, там, сиюминутную, а вот именно то, каким он должен быть и что для этого нужно сделать, чего он хочет. Гагарина, как позже и Терешкову, Королев выделял из всех космонавтов, не скрывая этого. Он ко мне и к Юрию Алексеевичу, он, наверное, по-особому относился. Мы, наверное, были как-то первая любовь. Но, наверное, к нам он относился и особо спрашивал с нас. И особо спрашивал. А, наверное, если говорить в целом вот о первых космонавтах, то, наверное, никто так нас не умел любить и ругать, и спрашивать самым строгим образом. Это, конечно, Сергей Павлович Королев. Но мы его не только уважали, мы его, конечно, и побаивались. Однако дело было не только в личных симпатиях Королева. Задолго до полета Сергей Павлович знал. В небывалом эксперименте будет много политических хитросплетений. Люди из первого отряда тоже это понимали. Я был старшей группой. Тогда еще отряд не назывался, отряда не было. А был старшей группой. И одновременно я был секретарем партийной организации. Но я украинец. Николай Чувань. Быковский. У него фамилия такая, но и это самое. Ну, он русский. Так, Гагарин и Титов русские. И мы, конечно, понимали, что мы страна интернациональная, все нормальное, все хорошо, но, конечно, пусть от первого русского. Первые три удостоверения пилотов-космонавтов главком ВВС Вершинин вручил Гагарину, Титову и Нелюбову. 4 апреля 1961 года. За неделю до полета. Личные дела Нелюбова, Гагарина и Титова легли на стол Хрущева. Последнее слово оставалось за первым секретарем ЦК КПСС. Никита Сергеевич выбрал Юрия Гагарина. На стартовой площадке каждый из провожавших Гагарина знал, это смертельно опасный эксперимент. Но только генеральный конструктор Королев понимал, насколько этот эксперимент не подготовлен. Корабли серии «Восток» к полету были готовы не до конца. Космонавт номер один становился заложником большой политической игры супердержав СССР и США. Лозунг, придуманный Хрущевым «Догнать и перегнать Америку», впрямую относился к освоению космоса. Земля, я космонавт. Проверку связи закончил. Самочувствие хорошее, к старту готов. До середины 50-х успехи двух держав были примерно одинаковы. Обе страны долго испытывали засекреченные спутники военного назначения. Первый рассекреченный запуск на орбиту в 57-м – советский искусственный спутник Земли. Это был серьезный удар по престижу Соединенных Штатов. Гонка за первенство на орбите достигла пика к началу 60-х. В СССР первый старт ракеты с человеком на борту планировался на июнь-июль 61-го года. К этому времени корабли «Восток» успели бы довести до ума. Однако в начале 61-го советская разведка сообщила, Соединенные Штаты уже назначили дату запуска первого астронавта, Алана Шепарда – 20 апреля. Хрущев вызвал Королева для разговора один на один. Последовал жесткий приказ. «Мы должны опередить американцев». Королев пытался возражать. Объяснял, что это смертельно рискованное предприятие. Хрущев его резко оборвал и объявил. «Окно для старта у вас с 11 по 17 апреля. Вы обязаны сыграть на опережение». «Ключ достат!» «Кетер!» «Я зову один! Зажигание!» Скрыть запуск в случае катастрофы было бы немыслимо. Американские спутники засекли восток на 20-й минуте полета. Заранее подготовили три варианта ТАССовки. Так в те годы называли официальное сообщение ТАСС. Первый вариант – трагический, если бы Гагарин погиб. Второй – с обращением к государствам мира – помочь космонавту в случае приземления за пределами СССР. Третий – победный. Радио было выключено у нас. Мама там около печки что-то готовила, печку топила. И соседка прибегает и говорит, «Включайте радио, Юра!» А мама сразу говорит, что разбился. Ну, летчик, у нее первая мысль вот такая вот была. Она говорит, «Да нет, в космосе». Один из первых портретов в такой, в таком просьбом, летном шлеме. И когда мы посмотрели, боже мой, это милое русское лицо, вот такое немножко, знаете, в детстве он, наверное, был похож на зайчик. Вот такое доброе. Имя Гагарина стало символом страны, победившего социализма. На встречах с президентами, рабочими, министрами и детьми, дома и за границей, он теперь был обязан чаще говорить «мы», чем «я». «Мы – великий народ», «мы – первые в космосе», «мы – мирные люди». Из простого искреннего человека создавали живую легенду. На митингах он все реже говорил о своем полете, больше рассказывал о впечатлениях от многочисленных зарубежных поездок. Я только после понял, что после полетов в космос Гагарин, в общем-то, превратился, вернее, его превратили в атрибут пропаганды, советской пропаганды. И, в общем-то, он в нашей партийно-государственной власти, как космонавт, уже был не нужен. Он нужен был именно как предмет пропаганды. И этим, и в этом он эксплуатировался невероятно. Это было, конечно, трудно для него. Я думаю, он предполагал, что станет известно, но что до такой степени, что весь мир будет носить его на руках, он, конечно, этого представить не мог. Впрочем, Гагарин быстро научился вращаться даже в высшем обществе. Друзья вспоминают его первый дипломатический прием в итальянском посольстве. Когда ему дали слово, то он, значит, дамы и господа, уважаемый господин посол, спасибо вам большое. Это будет большой памяти в моей семье. Это признание того. Я потом, когда ехали домой, говорю, слушай, ты меня удивил, откуда это все у тебя? Ты знаешь, говорит, ну, вот, я про Италию прочитал, Пармская обитель, вот. Я говорю, зачем ты это делал? Ну, чтобы как-то, вот, говорит, познакомиться с этим. Бальзака я почитал еще, у него там эти дворцовые всякие штучки описаны. На обеде у королевы Англии Гагарин честно признался, что не знает, для какого блюда какие ножи и вилки. Их на столе больше дюжины. Королева мгновенно спасла положение. Я тоже никак не запомню этого нудного этикета. С улыбкой сказала Елизавета. Он мог общаться с любой аудиторией. Это и, предположим, были английские докеры, и французские дипломаты, и английская королева, и ученые любых стран, любых национальностей. Мы, и я, в частности, немножко чуть-чуть переживали за то, что как бы Юра не заелся. То есть не зазнался. Понимаете? Потому что, видите, таких, к примеру, сколько было. Понимаете? Сколько было выдающихся людей, которые зазнавался или спивался. Понимаете? Из двух одно. Вот. Но, что интересно, понимаете, вот мы очень тщательно наблюдали. Во-первых, потому что первый космонавт, и, во-вторых, мы же и должны учиться на каких-то ошибках. Вот вы представляете, это вообще удивительно. Вот как парень вот вошел, понимаете, как нож в масло. Он вошел вот в эту жизнь, в эту жизнь, и остался нормальным парнем. Нормальным человеком. Но кроме представительских поездок, приемов, банкетов, была еще и главная работа – в Центре подготовки космонавтов. Именно Гагарин отвечал за подготовку первого женского отряда. Все пять звездных претенденток смотрели на него с обожанием. Он так открывал дверь, а в комнате мы, где вот спали, он говорил «Доброе утро, мамзелечки!» На зарядку. Ну, а мы так бегут, дях, ну, как девчата-то. А спать хочется, нагрузки большие. И он уходил. Через какое-то время мы, конечно, еще продолжали находиться в поселе. Он заходил. И если третий раз он заходил, мы знали, что он приходит с ведром воды. И вот тогда уж лучше не попадайся. Поэтому мы выскакивали пулей на зарядку, и впереди он бежал, а мы за ним, гуськом. Корреспонденты подметили и сочинили такие частушки. Рыщет пресса по кустам, ищет пресса тут и там. Ах, куда ведет Гагарин, космонавток по утрам. Жизнь космонавта номер один по советским меркам была невероятно благополучной. За свой полет Гагарин получил баснословную для того времени сумму – больше 30 тысяч рублей. Трехкомнатная квартира в звездном городке. Черная Волга. На таких персональных авто тогда ездили только самые важные чины государства. Личный катер. Зарплата Юрия Алексеевича 600 рублей равнялась 5-ти среднемесячным окладам граждан СССР. Почти каждый вечер банкеты, приемы, застолья. К нему набивались в друзья всюду, где бы он ни появлялся. Словословие, здравицы и обида, если Гагарин отказывался от выпивки. У всех космонавтов после напряжения бывает коньячный период. В Юрхе был большой коньячный период. Ну, ему это все надоело по пять раз встречаться, я уж не говорю, в зарубежных поездках. Представляешь, что такое, да? Дальше. Собсекретно, вот я скажу так. Его из-за стола к столу так. И ему сделали, не знаю где, да, гусь хрустальным или так далее, рюмку. Он туда наливал, ему наливали, точнее, там, ну, 20 грамм или 15 водки, я не знаю. Он выпивал, я его ни разу не видел пьяным так. Гагарина так и не смогли застегнуть на все идеологические пуговицы. Его делали памятником при жизни, а он внутренне сопротивлялся. Ему хотелось быть не божеством из бронзы, а самим собой. Бесшабашным, веселым парнем из общежития летчиков. В компании близких друзей без протокола он любил соленые огурцы, сало и пельмени. Незамысловатая русская еда под водочку, шутки прибаутки, песни хором. Он жутко любил петь, пел плохо, но любил жутко совершенно петь. Вот первое, что он делал, когда в компании собирается, споем? Юр, давай не будем петь. Он говорит, нет, давай споем? Ну, если хочешь, давай, что будем петь? Давай, девчонок. Он любил очень эту песню, девчонки танцуют на палубе. И вот мы пели. Он фальшивил жутко. Ну, с каким удовольствием он пел, сколько в нем было жизни. Обожал розыгрыши, но только с самыми близкими друзьями. И всегда привлекал для очередной шутки побольше народа. Ему казалось, что розыгрыши украшают жизнь. Обычно они были просты и не очень-то приятны для окружающих, но Гагарину все прощали. Он приехал из Латинской Америки, навез всякие розыгрыши. Вот эти чернила, когда в белой рубашке вас покрывают этими каплями чернилы из ручки. Говорит, ты что с ума сошел? Что ж ты испортил рубашку? Он говорит, ты ничего, купишь себе другую. Какую купишь себе другую? Эта краска, конечно, исчезала. Но однажды Гагарин перегнул палку. Розыгрыш вышел довольно жестоким. Поздно ночью его жена Валентина позвонила Алексею Леонову. Ушел Юра, я его обидела. Он ушел. Я собираю всех ребят, иду к начальнику центра. Вот, что будем делать? Пропал космонавт. Ну, даже дошли до вори. Да я, там, клясть моряка, думаю, ну, как это так? Что вот? А он в это время за нами с чердачного наблюдал, что мы делаем. Ну, все собрались. Судить будем, как? Давай. Положил я к себе на колени и щеткой одежной по одному месту. От души. Так что он потом мне говорит, ты перестарался. Но обиды не было. Я говорю, Юр, ну, что ты делаешь? Ты же знаешь, как ты заставил нас перевал? А что Валя думала? Ведь мы же дошли, черт знает до чего. Братцы, простите меня. Ну, вот, 27 лет. Отношения Гагарина с женой тайны за семью печатями. Она слыла о человеком жестким, но на людях супруги никогда не ссорились. Гагарин часто брал Валентину Ивановну в заграничные командировки. По праздникам ее приглашали на приемы в Кремль. Жене первого космонавта делали комплименты маршала и партийные начальники. Но ей хотелось вернуться к дополетному времени, когда они жили небогато и счастливо. Свободные минуты проводили вместе, и не надо было делить родного человека со всем миром. Я, между прочим, терпению Валентины Ивановны всегда удивлялась, потому что, ну, как сказать, после полета они практически вот так одни никогда не были. Ей, конечно, было трудно, потому что двое детей. А ведь это не просто так. Каждый раз, когда приходят люди, это надо приготовить, надо накрыть стол, надо за ними там убрать. То есть жизнь у меня в этом плане была, конечно, довольно сложная. Приходилось, наверное, здорово крутиться. Дочерей Лену и Галю Гагарин обожал. Главной радостью для него была веселая возня со своими болтушками и хохотушками. Так он называл девочек. А вот еще загадку тебе загадаете? Нет ног, а хожу. Тань, нет, а скажу. Когда обедать, когда спать, когда работу начинать. Часы. Правильно, Лена? Правильно. Все она знает. Давай дадим ей какую-нибудь такую загадку, чтобы она не знала. Однажды, помню, в лесу мы сидели у костра, а папа куда-то отошел в сторону. Вот вдруг возвращается, у него голубая рубашечка, и так вот подол немножечко завернут. Он меня к себе зовет, говорит, посмотри, что я принес. И отворачивает, а там лежит маленький-маленький зайчоночек. Это вот когда листопадники появляются, осенние зайчат, и вот он нашел этого зайчонка. И он у нас жил дома, вырос большой, а потом мы его выпустили в лес. Я весна. Первый эксперимент выполнили правильно, приступайте к второму. К началу 1967-го коллеги первого космонавта начали замечать перемены в его характере. Гагарин стал раздражительным, злился по мелочам и явно заставлял себя не срываться на подчиненных. Зазнался. Мало ему славы, полковничьих погон в 33 года и командирской должности, шипели завистники. О причине гагаринского настроения знали только близкие друзья. Он командовал отрядом, в котором многие люди готовились ко второму и даже к третьему полету в космос. А его не пускали. Власть не хотела рисковать жизнью символа страны, победившего социализма. Первому космонавту было запрещено садиться и за штурвал самолета. Ситуация складывалась парадоксальная. Самый известный в мире летчик номер один не мог больше подняться в небо. Его работы теперь были бесконечные приемы, митинги и поездки. Он хотел летать, он все время хотел летать. И я спрашивала его об этом, помню даже как-то. Вот он сказал, что он обязательно будет летать. Зимой 68-го случилась история, которая окончательно вывела его из себя. На военном аэродроме под Москвой специально для иностранных корреспондентов было устроено воздушное шоу с участием космонавтов. Надо было показать всему миру, что наши герои остаются высококлассными пилотами. Первым летал Герман Титов, причем без инструктора. Блестяще сел, зарулил на стоянку. После этого очередь настала Гагарина. В переднюю кабину садится летчик первого класса, командир звена. Летчик высокого класса, так точнее можно сказать. Он садится в переднюю кабину. В ту, где должен лететь обычно летают обучаемые летчики. А Гагарин садится в инструкторскую кабину, во вторую кабину. Он как бы изображает инструктора, который обучает молодого летчика. Кто там пилотировал этот самолет? Конечно, пилотировал этот самый капитан, летчик первого класса. Они сделали этот полет. Посадка была тоже безукоризненная совершенно, блестящая. Из кабины молча вышел Гагарин, отказался от всяких разговоров и общений с журналистами, сел в машину и попросил, чтобы его отвезли домой. После этой истории Гагарин обратился к главкому ВВС Вершинину. В конце концов, маршал лично разрешил первому космонавту тренировочные полеты. За две недели до первого вылета Юрий Алексеевич приехал в Гжатск навестить родных. Он говорит, знаете, все может быть в жизни. Вы не оставляйте тут Валю. Мало ли, пока я у них тут есть, все у нас хорошо. Но в жизни есть жизнь. Вот после этого мы начинаем сопоставлять вот это. Думаю, что-то он чувствовал. За четыре дня до тренировочного полета Юрий Алексеевич зашел к своему другу Алексею Леонову и предложил съездить к знакомому парикмахеру постричься. У него на шее была красивая бархатная родинка, миллиметров пять, наверное. Я говорю, Игорь, смотри, не срежь. У него там родинка. Да знаю я, Алексей Архивович. Вот. И он, значит, его, смотрю так, родинка эта проявляется, проявляется и осталась. Утром Гагарин был в прекрасном настроении. Сегодня хороший день. Наконец-то он сядет за штурвал самолета после семилетнего перерыва. Как обычно, ему козырнул часовой на КПТ. Как обычно, он поехал на взлетное поле с другими пилотами. Погода в этот день. Низний край был 450 метров, рвань и снег с дождем. Снег с дождем. Порывистый ветер. Но все в пределах нормы. В двухместный учебно-боевой самолет МиГ-15 Гагарин сел вместе с самым опытным летчиком отряда Владимиром Серегиным. Инструктор по правилам обязан был проверить готовность пилота к самостоятельным полетам на истребителе. Через 12 минут после взлета Гагарин доложил по рации. Задание в зоне 20 закончил. Нахожусь под киржачом. Прошу разрешения на разворот. Добро на возвращение он получил тут же, но сам не ответил. Повторный запрос с земли. Снова молчание. Подбегает инженер полка и говорит, Товарищ полковник, 45 минут прошло, как топливо кончилось у Гагарина. Самолет на базу не вернулся. У меня все опустилось. И я побежал на КДП. Там сидит генерал Каманин. Я ему говорю, Николай Петрович, страшно сказать, но надо посмотреть вот в этом направлении. Мы слышали очень нехарактерные два звуковых эффекта или явления. Страшно, может быть. Место падения самолета, огромную яму и клубы дыма заметил пилот поискового вертолета недалеко от села Новоселово Владимирской области. Поднятый по тревоге армейский батальон начал прочесывать лес. И только утром, только утром нашли следы швуретовой куртки и все остальное. Но это еще было не доказательство. Надо было опознать. И вот родинка. Когда я увидел, как эмалированное ведро, зеленое, белое внутри, и там часть головы, шея и родинка, я тогда все, ребят, искать ничего не надо. Для расследования причин гибели Гагарина и Серегина была создана Государственная комиссия. В нее входил известный летчик-испытатель Степан Микоян. Через несколько месяцев после трагедии комиссия приняла именно его версию. Я высказал предположение, что, возможно, было столкновение с шаром-зондом. Метеостанции наземные запускают часто метеозонды для определения температуры и ветра по высоте. На месте аварии были найдены фрагменты метеорологического зонда. Это обстоятельство и позволило Микояну сделать такой вывод. По его версии, Гагарин и Серегин не заметили вовремя шар-зонд, который внезапно оказался прямо по курсу самолета. Столкновение с ним повредило кабину МиГ-15. Произошла разгерметизация. Самолет вошел в штопор и разбился. Тем не менее, в заключительном акте Государственной комиссии о результатах катастрофы самолета МиГ-15 сказано, что наиболее вероятной причиной гибели Гагарина и Серегина был резкий отворот самолета с целью избежать столкновения с шаром-зондом. Он вошел в штопор, и экипаж погиб. О заключении Госкомиссии Степан Анастасович узнал через 20 лет после гибели Гагарина, как и остальные специалисты, которые расследовали катастрофу. Окончательные выводы были засекречены даже для них. О публикации экспертного заключения в массовой печати даже речи не было. Вот это была грубая ошибка вообще политическая. Говорят, Брежневу когда доложили, он сказал, зачем народ опять волновать, успокоились вроде. Это, конечно, было совершенно неразумное решение. В состав комиссии, расследующей гибель Гагарина, входил и летчик-космонавт Алексей Леонов. Его точка зрения отличалась от официальной версии. Одновременно с самолетом Гагарина и Серегина недалеко пролетал истребитель Су-15. Пилот сверхзвуковой машины отклонился от курса, спустился под облака и практически наткнулся на гагаринский борт. Летчик мгновенно включил форсаж и почти на сверхзвуковой скорости прошел рядом с мигом. В результате маневра образовалась так называемая возмущенная волна. Она и перевернула самолет Гагарина и Серегина в смертельный штопор. Два вопроса. Кто это сделал? И как фамилии того летчика, который пилотировал Су-15 в этот злополучный день? В последний раз мы собирались с журналистами в домжуре, и я Степану Микояну задал вопрос. Я ничего не хочу. Ответьте мне, как фамилию этого человека, который там был. Он там был по плановой таблице? Был. Ну, как его фамилия? Я не помню, кто летал. Летал самолет с Жуковского, но он летал на другой высоте. Вот. А выше значительно. Кстати, он говорит, что на сверхзвуке летел. На сверхзвуке ниже 10 тысяч летать запрещалось. Тем более в районе Москвы. Версию гибели Гагарина и Серегина от воздействия другого самолета Степан Микоян категорически отрицает. Я сам попадал в струю много раз. И, ну, обычно что? Самолет резко хренится, выбрасывает его из этой струи, и тут же восстанавливается управление. Срывом штопору я таких, не знаю, не было вообще. Специально провели испытания такого самолета с такими же баками на попадание в струю и тоже сказали, что это не может быть причиной. Один из лучших пилотов Великой Отечественной, бывший командующий дальней авиации ВВС СССР, герой Советского Союза Василий Решетников, знал уровень летной подготовки Гагарина и Серегина. Решетников, так же как и Леонов, не считает версию столкновения с метеозондом правильной. После семилетнего перерыва в полетах Юрий Гагарин был предельно растренирован. В тот день, когда ему разрешили полет, погодные условия были сложными. Низкая облачность, сильный ветер. Полетами по приборам, или как тогда называли полетами вслепую, не владел даже Валерий Павлович Шкалов. Настолько это было непросто. Нужно было много тренироваться, нужно было много учиться для того, чтобы легко владеть вот этим полетом вслепую. Но Гагарин летел не один. Любой пилот после перерыва в летной практике обязан провести несколько тренировочных полетов только с участием инструктора. Поэтому с Гагариным в тот день и оказался Серегин. Как утверждали десятилетиями, опытнейший летчик-инструктор. Он должен был уметь летать по приборам в плохую погоду. По утверждению Решетникова, Серегин действительно был прекрасным пилотом. Но не инструктором. Серегин не имел допуска к инструкторской работе. Он был летчик-испытатель, вообще считался подготовленным летчиком. Но вместе с тем вот произошла вот такая штука. Допуска к летной работе у него не было. Одно дело уметь летать с инструкторской кабиной. И это не так сложно, другое дело быть вместе с тем инструктором. Они, попав в облачную погоду, не справились сразу с техникой пилотирования. То обстоятельство, что выйдя под нижнюю кромку облаков и увидя землю, земные ориентиры, они начали выводить машины. Но не хватило высоты. Когда на экипаже нет никакой ответственности, абсолютно никакой ответственности. Ни Серегин, ни Гагарин в этом не виноваты. Вопрос один. Кто их выпустил в этот полет, к которому они не были подготовлены по условиям погоды? Есть записки у того же самого Каманина. Он говорит, принимать решение на выпуск полет буду я. Вот, наверное, Каманин и поторопился. Официальная госкомиссия в 68-м вообще не рассматривала так называемый человеческий фактор той трагедии. Председатель комиссии генерал-полковник Мишук получил жесткое указание из Кремля. Мы не можем усомниться в профессиональном мастерстве Гагарина и Серегина. Когда я вечером к нему зашел и однажды спросил у него, скажите откровенно, Михаил Никитич, вы ведь всей комиссией делали все возможное для того, чтобы не вскрыть истинную причину гибели этого самолета. И я помню его ответ одним словом – естественно. Причиной катастрофы, утверждает генерал Решетников, стали следующие факторы. Гагарин из-за перерыва в летной подготовке во многом утратил навыки пилота. Серегин не имел квалификации летчика-инструктора. Руководство необоснованно разрешило им полет в тяжелых погодных условиях. Вполне возможно, что истинной причиной катастрофы стало сочетание разных обстоятельств. И человеческий фактор, и столкновение с метеозондом, и разгерметизация кабины самолета. Ясно одно – однозначного ответа на вопрос, почему погибли Гагарин и Серегин, до сих пор нет. И вряд ли эта тайна будет когда-нибудь раскрыта до конца. Новых данных никаких нет. Все те данные, что были максимально проанализированы, и сделаны максимальные выводы. А новые данные откуда появятся? Их не может быть. Анна Тимофеевна Гагарина, мать первого космонавта, пережила сына на 16 лет. Ушли из жизни его братья Валентин и Борис. Сестра Зоя. Валентина Гагарина по-прежнему живет в Звездном городке. До пенсии она работала в медицинской части Центра подготовки космонавтов. Замуж Валентина Ивановна больше не вышла. Старшая дочь Елена, генеральный директор музея-заповедника Московский Кремль. Младшая Галина преподает в Академии народного хозяйства. Отечественная космонавтика после гибели Гагарина пережила взлеты и падения. Кризис 90-х и новые успехи в начале 21 века. Международные космические станции, совместные полеты экипажей из разных стран, уникальные технологии. Имя Гагарина, которое 40 лет назад знал каждый мальчишка, потому что он был символом великой страны, сегодня помнят далеко не все. Но славу человека, который первым полетел к звездам, у Юрия Гагарина не отнимет уже никто. Растут новые люди. И нельзя допустить, чтобы какой-нибудь маленький мальчишка спросил, а кто такой Гагарин? Да ну и неизвестно, то ли летал, то ли нет. Потому что пройдут века, тысячелетия, не знаю, что будет с нашей планетой. Может, от нее, не знаю, только останется пыль, порошок. А имя Гагарина останется навсегда. Я знаю, что вы все любите мечтать о космосе и немножко завидуете нам, особенно мальчишки. А знаете, мы вам тоже завидуем. Мы летаем в космос, но это начало. Вас ждут планеты и неизвестные миры. Субтитры создавал DimaTorzok